Женя Эльма, выйти из школьного коридора. Это просто книги прочитается. А мы в него вошли. Еще. Отдаю. Отдаю. Приверните коридор. Вывернуйте все. Вывернуйте коридор. Все, да? Да. Сейчас же кто-то обязательно появится. Ой, я забыл. Я на себя. Так вот. Секундочка. Я быстро. Ну, насколько мне возможно, я быстро. У меня была замечательная конференция. Первый раз я не был в мечте. Не был вообще никак. На арене. Да, там был. Но вот я, когда я говорю, я себя слушал. Это было единственное событие, вот где действительно был всю дорогу. Все остальное я куда-то уходил. В предыдущие годы я хотя бы куда-то подал. И тут ходил. И не потому, что мне не было интересно, а там что-то за дерево получалось. Это не отмазка. Ну, что-то, наверное, происходило. Даже произошло. Значит, у меня есть мысль. Ну, что-то. Да, одна. Мне точно. Очень ценно. Да. Наблюдение. За... Ну, вот я все три дня так. Может быть, несколько так я никогда не ходил. Я несколько из меня наблюдаю. Не только над клубом. Не только за клубом, который там был сегодня. Но над большим количеством таких очень эмоциональных активностей, которые тут происходили. Где-то удачно, где-то неудачно. Значит, Я сыграл первый день. Из 209-й школы. Ну, что, если шагом, я повел продолжать. О чем-то мы разговаривали. Мы... Я услышал одну вещь, фразу, которая мне показалась очень важной. Хотя она довольно печальная. Ну, мы достаточно давно знакомы, чтобы он мне говорил вещь непрямую. Значит, мы все знаем, что наступают довольно невеселые профессиональные времена. Да, я буду клуб заканчивать. Но мы говорили о конференции. И это с каждым месяцем ощущается. Ну, телевизор можете посмотреть. Особенно российский. С-19 полезно будет. Не только Нарковская телевидение, а наши еще, Киселевская. Начали. Но в грустные времена, в серые, в душные времена, намного большее значение приобретают фоточки. Вот. Это можно рассматривать как клуб. Можно рассматривать как конференцию. Вот. И самое смешное, что душность, она как бы нам кажется, что она существует вокруг, она там неминуема. Каждый там приходит в школу. Я просто со многими людьми разговариваю. Это не мое мнение. Я бы с удовольствием имел другое. Если бы каждый не приходил, не рассказывал, какая засада случилась теперь. Вот тут три дня, да, была, или мы пытались, да, сделать какую-то фоточку. Что интересно, оказывается, что в любых ситуациях их можно делать. Вот если мы посмотрим, кто архитектурно это создал, да, вот в чем все пришли. Люд, проведи эту штуку, а я пойду курить. И люди зачем-то это надо. Значит, люди зачем-то, вот я вчера об этом говорил, тогда бумажка про мастер-классы, говорят, ребята, вы что с вами едете? По хате куда-то едете? Ну сидели бы дома, ну нормально. И что-то прутся. Борщик создавал. Вот в светлые, или в такие сгущающиеся времена, мне кажется, что ценность таких активностей, она очень сильно повышается. И то, что эти ценности разделяет, наверное, у населения Питера эти 50 человек ничего, но профессионально вот это довольно много. Мне представляется важно. Я сейчас там не про клуб, а вот про клуб-конференция, что сейчас будут следы, которые каждый может там создать. вот ваше присутствие здесь, это мне представляется, что это штуки довольно важные. Хотя они ни во что, наверное, не конвертируются, кроме ощущения того, что есть что-то смысловое, настоящее, кроме той фигни, которой мы занимаемся очень часто. Вот я каждый день вот как-то ловил, вспоминал эту фразу, что в грустные времена форточка, в душные времена форточка приобретает большое значение. Каждому из нас ничего не мешает их моделировать. Ну, или пользоваться теми, которые я. Люд, огромное спасибо. форточка приобретает. Форма от коридора не удался на этот удобный, который он получил. Ну, ну, неудобно. Ну, а в 46-м мы бы задохнулись. Ну, лучше бы там задохнулись, но больше комфорта. Мне показалось, что вам было неудобно. Удобно. Зато многие люди получили возможность поделать. Спасибо, коллеги. Мы вас любим. Конференция закрывает.